Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анна Ивановская, и это мой блог о том, как стать популярными в том, что вы делаете. В предыдущих роликах я рассказывала вам о том, как сделать голос красивым, дикцию четкой, а произношение идеальным. А сегодня я хотела бы поговорить на одну из ваших любимых тем, которая называется влияние продуктов на наш голос. Дело в том, что разные продукты по-разному влияют на слизистую нашей гортани, на наши голосовые складки. От некоторых продуктов у нас увеличивается слюноотделение, от некоторых продуктов у нас начинает першить в горле, от некоторых продуктов у нас возникает ощущение мокроты в горле. Давайте разберемся, что на что влияет и какие продукты лучше не употреблять перед выступлением. Ну что, поехали! Первая категория продуктов – это молочные продукты. Когда вы употребляете молочные продукты, у вас появляется слизь в гортани, и тем самым она создает ощущение дискомфорта. Поэтому желательно за час или полтора часа до выступления молочные продукты не употреблять. Туда же относится свежевыжатый апельсиновый сок, ну и в принципе все цитрусовые. Дело в том, что когда вы пьете свежевыжатый апельсиновый сок, частички мякоти могут попасть вам в горло и, соответственно, вызвать першение. Также першению способствуют орешки и семечки. Если говорить про алкоголь, то я как человек абсолютно не пьющий, здесь вам не советчик, и я категорически против алкоголя перед выступлением. Поэтому по возможности постарайтесь все-таки его не использовать. Кроме того, крепкие напитки сушат слизистую и вызывают отек. Голосовые складки при этом утолщаются и уплотняются, а голос становится грубым. И это еще не говоря про общий вред алкоголя для организма. Многие скажут, ну хорошо, я просто выпью минеральной воды. Но дело в том, что газировка – это пустые и неполезные калории. Большое количество сахара и химических добавок очень вредно для любого организма. К тому же газированные напитки обжигают голосовые складки, а сладкое сушит и склеивает их. Также рекомендую вам отказаться от употребления шоколада. У меня в офисе всегда лежат конфеты для моих посетителей и гостей. И вместе с тем я никогда не ем сладкое перед началом занятий. Потому что шоколад способствует усилению слюноотделения. Если подытожить сказанное, то вредно все, что слишком. Слишком холодное, слишком горячее, слишком жирное. Постарайтесь перед выступлением или перед выходом в эфир употреблять более диетические продукты. Например, традиционной диетой вокалиста считается куриная грудка с гречкой. Куриная грудка очень богата белком, а гречка это чудесное средство от хрипоты. Кроме того, наши голосовые складки нуждаются в очень интенсивном уходе. В принципе, считается, если вы долго и интенсивно говорили, то вечером нужно все-таки помолчать. Вообще известно, что наши голосовые складки восстанавливаются именно ночью. Поэтому, конечно, хорошим условием для того, чтобы голосовые складки были в норме, спать и высыпаться не менее 8 часов. Еще два напитка, чай и кофе, которые мы тоже все очень любим, не совсем хороши для здоровья наших голосовых складок. Дело в том, что в этих напитках находится большое количество танина, который иссушает слизистую нашей гортани. Поэтому специалисты рекомендуют пить чай и кофе с молоком. Кофе с молоком я пью, а вот чай, честно говоря, не пробовала. Мне кажется, этот чисто английский напиток когда-нибудь должен понравиться и мне. А вы пробовали такой напиток? Пишите в комментариях под видео, мне будет интересно почитать ваши комментарии. Ну что ж, я сказала то, чего нельзя для наших голосовых складок. А теперь давайте разбираться, что может быть полезно в качестве диеты для нашего голоса и для здоровья голосовых складок. Итак, что полезно для нашего голоса? Первое место занимает вода, причем в больших количествах, минимум 8-10 стаканов ежедневно. Второе – это натуральные соки, кроме апельсинового, потому что в апельсиновом содержатся частички, которые попадают в горло и вызывают першение. Конечно, третье – это овощи и фрукты, особенно арбуз, дыня и клубника. Также для голоса очень полезны рыба, рис и гречка. Авокадо и лосось, являясь полезными жирами, очень хорошо действуют на наши голосовые складки. И еще один миф о нашем голосе – это тот, что курение делает наш голос более глубоким и низким. На самом деле, как вы знаете, курение убивает. Раз оно убивает, то оно не полезно не только для нашего организма в целом, но в частности и так же плохо влияет на наш голос. Поэтому и курение, и алкоголь, они, естественно, отрицательно сказываются на голосовых складках. И в следующий раз мы поговорим с вами о том, что такое новостная подача, как читать новости стильно и круто, как будто вы – ведущие первого канала. Не переключайтесь, с вами была Анна Ивановская. Продолжение следует...